В этом здании обучаются одаренные и талантливые ребята со всей страны. Национальный детский технопарк открывает хорошие перспективы. Здесь постигаются самые передовые и востребованные направления для экономики – от виртуальной и дополненной реальности до нанотехнологии и зеленой химии. Национальный детский технопарк начал свою работу в 2021 году. Главная цель – поддержать одаренную молодежь и раскрыть ее потенциал, который в будущем поможет развитию нашей страны. В технопарке проходит по 10 смен в год с сентября по июнь. 5 сентября открылся новый сезон и стартовала первая смена. 150 ребят со всей республики приехали получать новые знания. На это у них есть 24 дня и плюс ко всему за это время необходимо придумать свой проект и защитить его. Образовательные смены – это одно из приоритетных направлений технопарка. На них могут попасть дети с 9 по 11 класс. Для этого нужно сдать экзамены, что не так уж и просто. Для начала необходимо выбрать конкретное направление, заполнить и отправить заявку, в которой расскажете об идее своего проекта или же вы можете прикрепить дипломы, которые получили за победы в олимпиадах. Затем собирается комиссия, которая решает, кто из ребят проходит дальше. Далее сдача теста, который сочетает в себе как школьную программу, так и вопросы на общее развитие. Максимальное количество баллов – 50. На этой смене самый высокий результат в 44. Ребята уже мотивированы. Если мы хотим заниматься химией, в частности у нас зеленой химией, то мы идем на это направление. И с этой перспективой мы, скажем так, строим их дальнейшее будущее. Сейчас простраивается такая образовательная, профессиональная траектория. Мы очень плотно в связке работаем с реальным сектором экономики. И после того, как ребята проходят обучение, они, значит, здесь у нас осуществляется публичная защита, куда приглашаются предприятия, организации. Мы подписали дорожные карты сегодня с министерствами профильными. Поэтому в рамках дорожных карт, конечно, это взаимодействие с реальным сектором экономики, с предприятиями, организациями. Это и материально-техническая база, это и участие их в учебных программах непосредственно. Ну и, конечно же, основное – это, скажем так, определение тематики будущих проектов. В детском технопарке 15 направлений – авиакосмические технологии, информационная безопасность, автомобилестроение и другие. Выбирайте то, что по душе. Одно из первых и самых востребованных – зеленая химия. Конечно, с робототехникой и IT конкурировать сложно, но можно. В одну из смен зеленая химия побила все рекорды. Конкурс на это направление составил 11 человек на место. Программа на учебный год – это совместная работа преподавателей детского технопарка и преподавателей из университета. Вторые, кстати, тоже делятся знаниями с учениками технопарка. Химии очень много. Все они полезны, но одновременно и вредны. А зеленая химия – это химия, в которой нет вредных веществ, нет отходов. Либо она малоотходная, а отходы являются сырьем для других новых производств. Поэтому эта химия самая привлекательная. Беларусь – она только в нашем Белорусском государственном университете. И основана на наших экспериментах, сделанных в лаборатории уже третий десяток лет. Сегодня не так много химиков, экспериментаторов даже с высшим образованием. И очень немногие остаются в аспирантуру. Наши школьники, работая на уровне не только студентов, магистрантов, делают, правда, под нашим руководством такие опыты, когда их выступления на конференциях, где участвуют ученые до 35 лет, уже кандидаты наук, они занимают первое место. Виктория Зеленкевич приехала на смену уже второй раз на направление архитектуры и дизайн. После окончания первой прошла дистанционное обучение, которое длится три месяца. На него могут попасть только лучшие ученики национального детского технопарка. Проект остался тем же, вот только разработан уже более детально. Я подавала на смену проект с прошлой смены, игровой клуб, который связан с тематикой компьютерных игр и также настольных игр, то есть комбинирует в себе и виртуальное увлечение, и физическое, материальное. Это здание-павильон одноэтажный с профилированной крышей, которая создана для детей, то есть скомбинированная детская площадка вместе со зданием клуба. А вот Павел Крапивин выбрал направление природные ресурсы, причем уже в четвертый раз. Молодой человек уверен, что национальный детский технопарк это отличный шанс, чтобы заявить о себе, усовершенствовать свои знания и поближе познакомиться с направлением, с которым в дальнейшем свяжешь свою жизнь. Проект звучит как изучение гидрологических условий месторождений и их совершенствования. Более 50% разрабатываемых карьеров Республики Беларусь объединены, и чтобы комфортно добывать, добывать качественные, полезные, скопаемые, дальше прорабатывать, нужно проект осушать. У нас используется множество различных способов, то есть использование различных машин, использование различных подходов, то есть это все у нас разрабатывается именно на момент, когда мы разрабатываем чертеж, разрабатываем топографический план месторождения, и вот этим мы занимаемся на дистанционной смене. Учеба в детском технопарке это не только возможность узнать что-то новое, заявить о себе и найти друзей, но и шанс поступить в университет без экзаменов. Он выпадает не всем, только лучшим. Но для этого нужно не только приехать на смену, но и пройти дистанционное обучение. Затем решение остается за комиссией. Дарья Шманкевич, Илона Глинистая, агентство Минск Новости.